Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу выступить здесь, потому что я знаю, что многие коллеги, мои в том числе, сейчас много отмен концертов, и люди уже не верят, приедет артист, не приедет. Я вам просто заявляю, что мы уже здесь, уже никуда не уедем, и концерт Новокузнецкий завтра состоится 100% в любую погоду, то, что называется, поэтому, женщины, берите своих мужчин, приходите, будет море позитива, 7 человек, великолепных музыкантов на сцене, живая музыка. Мне сказали, что у вас там девушки с аксофонами. У нас девушка есть с аксофоном, девушка с аккордеоном, и они не просто стоят, как для мебели, они великолепные музыканты, великолепные певицы, и, в общем-то, делаю рекламу своему коллективу, я не напрасно, потому что это действительно так, и поэтому не так часто просто приходится приезжать в Кузбасс, тем более замечательная программа, сейчас это лучшее для любимых. Мы за 20 лет творческой моей гастрольной деятельности собрали в один кулак, что называется, самые лучшие песни, прозвучит и «Волчонок», и «Прощание с Исидорой», это и «Есенинский блок» целый, и великолепные песни симфоническим оркестром, записанные в свое время, это из программы «Признание», которые уже полюбившиеся, и «Нежность», и много-много-много песен, которые женщины уже сейчас просят исполнить, и те песни, которые, это будет новинка, это будет сюрприз, совершенно новые произведения. Скажите, а почему вот у вас в творчестве действительно используются стихи Есенина? Чем вас привлекает Есенин? Дело в том, что не только меня он привлекает, этот поэт горячо любим, я знаю, что и в Сибири, и здесь, в Новокузнецке, очень любят творчество этого поэта. И много лет назад я сделал программу в Санкт-Петербурге «Песни на стихи Сергея Есенина», и вот часть вот такой реплику из этой программы мы привезли и сюда, здесь какие-то интересные, малоизвестные эпизоды жизни Есенина и песни, и мы поем вместе с залом «Клен ты мой опавший», там народ просто тает, и с удовольствием все это делать. Я вижу, что публика очень хорошо реагирует на творчество этого поэта, и вот в концерте это очень такая реприза замечательная. Я вот сейчас посмотрел в интернете, что о вас пишут, и в том числе обнаружил, что вы не зарегистрированы ни в одной социальной сети. Почему? Потому что просто из-за отсутствия времени, ну в первую очередь. А второй момент, когда оно находится, у меня есть официальный сайт, и на гостевой я отвечаю, на гостевой именно, когда люди адресно ко мне обращаются. А в социальных сетях у меня есть мощные группы в разных городах, и директора этих групп, они уже ведут вот эту корректировку общения людей и все. Но кто хочет спросить что-то лично, задать вопрос, они заходят в гостевую на сайт, и я уже задаю это, отвечаю. Ну, сейчас такое время, переезды, перелеты, еще нужно какую-то песенку написать где-то в гостинице, посидеть там что-то подумать. И поэтому, ну, так сложилось, что не зарегистрирован нигде в социальных сетях.